Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец различных пород, а также аборигенных среднеазиатских овчарок, которых в Таджикистане называют саги дахмарда, саги чупони или саги тоджики. Но суть остается одна, это среднеазиатская овчарка только в том состоянии, в каком она находилась тысячи лет назад и сто лет назад, до тех пор, пока не придумали новые стандарты, которые в рабочей качестве собак не учитываются. Этот репортаж мы делали вот из этих красивых мест, это Айнинский район, древний Фалгар, здесь вот по долине Заравшанской идут овцы с севера Таджикистана, это идут рыжие овцы породы джойдури, гузенцев. Гузен это такой кишлак, находится он в верховьях реки Заравшан в Матчинском районе, и он знаменит тем, что там вот выращивают свой особый рыжий скот, вот этот вот, который уже давно пора зарегистрировать как отдельную породу. Это великолепные животные, однотипные, выведены они на основе гесаров, вот очень большая кровь гесаров туда, и местной породы джойдури. Вот это как раз отара идет шохмансира, это тоже знаменитый овцевод, и вот в этой отаре порядка трех тысяч овец, и стоит также учитывать, что вот с высоты птичьего полета видно, как вот это великолепие, красная река течет по автотрассе. Конечно, создался такой вот маленький затор, но ничего, скоро овцы повернут уже в долину реки Ягноп, и пойдут вот по той долине, которую мы в начале этого ролика представили вам. Хочется отметить особо, что гузенцы это вот настоящие дахмарда, они взбираются вот на те кручи, которые были на первых кадрах, и идут по этим кручам, вместе со своими овцами, вместе с этими козами, которые сопровождают также каждую отару, идут до Рашта, это порядка 270 километров отсюда, если идти по прямой, но это все идет по горам, поднимаются к самым вершинам, потом спускаются вниз, переходят перевалы, идут через Рамитское ущелье, потом дальше переходят, уже в Гарм туда, выше. В общем, это долгий путь, и вот этот путь овцы проделывают, как говорится, на своих собственных ногах, пешком, их никто не перевозит. Конечно же, в этом трудном путешествии овец и чабанов сопровождают их верные собаки, которые должны защищать овец не только от покусительств всяких хищников, включая медведей, волков, барсов, рысей, но также от любых непрошенных гостей двухногих. Например, бывают случаи, когда тоже нехорошие люди покушаются, либо хотят умыкнуть ягненка, либо несколько овец, и вот тогда эти собаки также стоят на страже, и они безоговорочно атакуют и человека, чужого приблизившегося к Атаре, либо же хищника тоже атакуют бесстрашно. Ну вот здесь мы видим уже это съемки непосредственно, как говорится, вблизи, и все великолепие этих прекрасных овец, этой прекрасной породы. Вы сейчас увидите, увидите, какие они громадные, и также примите во внимание, что это идут только матки с ягнятами, а так называемый субай, то есть это кучкары, баранчики, самцы, а также неродившие овцематки, они идут отдельно, вот, и вот здесь 3000 только овец маток, а также с ними и ягнята. Ну и сопровождают их вот такие вот великолепные собаки, вот специально замедлили мы здесь кадры, чтобы вы увидели вот этих вот собак, которые стоят на страже. В этой атаре порядка 20 собак, потому что, ну, понимаете, да, что в атаре 3000 овец, и когда она разбредется, то есть чтобы контролировать ее, нужно как минимум 20 собак. А здесь посмотрите, какие идут сирка, вот козы какие высокие тоже идут впереди, и какие высокие эти овцы. Это громадные овцы, когда мы поедем, иншаллах, к ним на горные пастбища, в гарм, но это будет уже в июле. Мы просто для сравнения пустим и эти кадры, и кадры уже нагулявших свой вес овец на траве, и тогда вы просто не узнаете. Это овцы бывают огромными, и у нас на канале есть видео с овцами, как раз кучкарами шоумансира, они произвели фурор такой, это целая бомба, потому что вот в горных условиях овцы выглядят так, как будто бы их прям кормили ячменем каждый день. Хотя это все вот, как говорится, просто свежая трава. И вот посмотрите, какое единообразие. Именно это свидетельствует о том, что кропотливая работа наших чабанов, гузенцев, привела к тому, что вот создалась вот такая порода, отдельная эта порода, это тоже джойдури, но это гузенский скот красный. И вот они ничем не уступают гесарам, ни по нагулу веса, ни по выносливости, ни по росту, ни по весу. Здесь очень большой прилив вот как раз-таки крови рыжих гесаров здесь. Очень быстро набирают вес эти овцы. Посмотрите, какие ягнята упитанные. Ну просто глаз радуется. Вот в шляпе идет старший чабан, старший Дахмарда. Он уже, как говорится, свой голос сорвал из-за того, что кричал много. И вот такие вот собаки опять-таки. Ну смотрите, великолепные саги Дахмарда, саги Чупони, аборигенные средизиатские овчарки. Вот этот обращик, один из представителей таких. Его зовут Келюс, как сказал нам этот чабан. Ну это сразу говорит о том, что матчинцы из Гузна обладают большим чувством юмора. Келюс, как вы помните, был один из персонажей романа Александра Дюма, графини де Монсаро. Это был сподвижник короля Карла и противник Дебюси. Опять-таки, эти собаки великолепно выглядят. Они в кондиции и прекрасно справляются со своими задачами. Это охрана отары от хищников. Посмотрите, какие великолепные овцы. Просто глаз радуется. Это несмотря на то, что было все-таки засушливая весна, травы почти не было. Тем не менее, посмотрите, просто река красная течет по ущелью. И это вот такое зрелище завораживает просто. Мы отдельно сделаем репортаж о собаках мочинцев, гузенцев. Они вот очень, очень внимательно относятся к своим собакам. Мы знаем, что в Казахстан очень много ушло собак из горной мочи. И там они стали чемпионами, прославились. У них собаки великолепные. Но они сами, конечно же, в собак в бои свои не пускают. Но находятся вот такие вот любители боев, которые вывозят оттуда собак для того, чтобы они показывали себя. И, как говорится, в грязь лицом ни одна собака из горной мочи еще не ударила. Это к тому, что по всему Таджикистану есть великолепные собаки и в Дангаре, и в Муминабаде, и в Сарихусоре, и в Тавильдаре, и в Гарме. Есть прекрасные собаки, которые охраняют скот. А здесь мы видим великолепный скот. Посмотрите, какие ягнята, какие они упитанные. И вот эти вот Дахмарда все время сопровождают этих овец прекрасных. Они, конечно, вкладывают душу в эту породу. и вот настал момент, мы тоже встречались недавно в Институте животноводства Таджикистана со специалистами, и они говорят, что действительно уже настал момент, когда стоит придать этой породе официальный статус, потому что вывозят, скрещивают опять-таки либо с гесаром, либо еще с какими-то овцами, потом выдаются какие-то новые, новоназванные породы, которые породами-то и не являются на самом деле, потому что для того, чтобы иметь породу, нужно иметь как минимум 10 линий, а если нету 10 линий и порода выведена в 30-20 дворах, это не порода, вот, а вот это, вот посмотрите, вот такие вот отары должны быть, чтобы была порода, и вот эта порода еще не зарегистрирована, просто посмотрите, конца и края нет этому великолепию, и это все в этих таких суровых, красивых, но суровых местах идут эти овцы, посмотрите, ни травинки нет вокруг, а они идут, еще долго им идти, вот до тех пор, пока не дойдут до травы, и любая травиночка уже идет, как говорится, в ход, именно такое отгонное скотоводство, овцеводство, как раз таки и является рентабельным, когда овец ставят на прикол, это хорошо, когда имеешь 20, 200, 300, даже пусть 400 овец на ферме и кормишь их вдоволь и сеном, и комбикормом, но удельный, удельная цена, вот как раз таки веса, каждого килограмма мяса возрастает многократно, и только вот такой вот овцевод отгонное, оно, то есть, во много раз удешевляет цену мяса, а здесь мы просто, ну, просто посмотрите, загляденье одно, смотреть на вот этот весь движущийся поток, нескончаемая река, посмотрите, красная река, красных гузенских овец, желаем барраката и вам всем, но в первую очередь, конечно, этим дохмарда, успехов, удачи, и самое главное, здоровья, потому что в горных условиях это самое главное, и вам также, барраката, и здоровья, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова